Серед постойной напруги, спорт поддерживает тебя. Они напрямую не собираются убеждать, но будут так поталкивать, потому что будут давать столько оружия, чтобы как будто бы не проиграть, но и не столько, чтобы выиграть. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя в частности эту публикацию не только лишь, а вот все эти разговоры, говорит, ну понятно, что никто ни с кем говорить не будет. Украина сейчас не в той позиции, чтобы торговаться, потому что у нас идет горячая фаза войны. Ну а Россия, она в той позиции, что, понятное дело, никуда она не уйдет при таких раскладах, войска не выведет, нам это не подходит. Мы это говорим уже 21 месяц, 22-й пошел, и другого расклада просто не будет. 91-й год границы и не иначе. Но, тем не менее, опять мы видим вот эти публикации. С кем говорить непонятно, говорить мы не собираемся. Как вы думаете, действительно ли может быть вот какой-то план между Байденом и Шольцем, о чем говорят эти неназванные источники, но тем не менее говорят? И что тогда они вкладывают в это понятие не победить и не проиграть? Как это вообще может выглядеть? Знаете, я бы это смотрел с точки зрения, как бы я пытаюсь понять, можно ли из этой статьи сделать какое-то что-то вразумительное, что нужно в ней исправить. Потому что она как-то тот я согласен, то я не согласен. Я думаю, что если бы слово договор заменить на слово понимание, то в этом было бы определенный смысл тогда, когда статья тогда имеет определенный смысл. Потому что должно быть понимание, что будет Украина делать, если Соединенные Штаты не в состоянии выбить ту сумму, которую президент Байден хочет. А какой Украина, как говорится, план Б? И то же самое с Германией, которая сейчас вроде бы дала самый большой пакет помощи за все время, но при этом тоже ресурсы немецкая и германская экономика переживают трудные моменты. Так что, в принципе, как бы, конечно, все бы хотели, чтобы был мир. Более того, посмотрите на то, что делает тот же президент Байден в Израиле, который, с одной стороны, вышел 110% за Израиль, а с другой стороны, хочет и ищет пути мирного урегулирования. Возможно, тут вопрос между, так сказать, сравнением Хамасом с Путиным, потому что мы знаем, что Путин не заинтересован в том, чтобы вести переговоры. И поэтому любые рассуждения о том, что Украине нужно вести переговоры, мне кажется, просто таким странным логическим тупиком. Потому что с кем? Россия вести переговоры не собирается. Россия ждет, пока Украина, видимо, сдастся. Этого не произойдет, поэтому Украина в этом смысле смотрит на достаточно продолжительный конфликт, войну. И если Соединенные Штаты в состоянии выбить из Конгресса и администрации и все наши, как бы, наше давление, народное давление на наших политиков, и об этом, наверное, нужно сказать в том смысле, что я посмотрел замечательную лекцию Нэнси Пелоси, которая сейчас, она не то чтобы ушла на пенсию, но она уже больше не спикер. И она продолжает быть конгрессмоменом. И она рассказывала студентам о том, значит, политике, что нужно, к чему нужно стремиться. И она говорит о невероятной важности мобилизации населения, не военной мобилизации, а мобилизации давления на политиков, чтобы они поддерживали то, что требуется поддерживать. И в данном случае она это говорила про и демократию, и аборты, и, в принципе, давление на политиков имеет значение и смысл. Поэтому это должно произойти. А переговоры с Россией, я больше верю в то, что Украину примут в НАТО и пригласят в НАТО. Чем в мирные переговоры с Россией. И я думаю, что это достаточно четкое понимание у всех. И когда какой-нибудь неназванный чиновник это что-то заявляет, ну, это прекрасно, это хорошо, спасибо, такую информацию всегда нужно и полезно принять к сведению. С пониманием того, что решение о том, когда война закончится, это будет решение Украины и украинцев. Поэтому просто как бы есть факторы, есть давление. Если у Соединенных Штатов нет денег, то что будет делать Украина? Но вопрос в том, что Владимир Путин не собирается вести переговоры и сдаваться к нему бессмысленно, бесполезно, самоубийственно. Поэтому Украина стоит, знаете, Блинкин говорил не раз, что мы делаем все, чтобы помочь, и Остин это говорил, помочь Украине на поле боя, чтобы усилить ее позицию за столом переговоров. Сейчас, если нет помощи, если помощь Соединенных Штатов каким-либо образом вот уже задерживается, если она еще уменьшается, то это, ну, напрямую ослабляет позицию Украины за столом переговоров по сравнению с тем, что было до этого. Нужно добиться, видимо, смены, я не знаю, в каком-то смысле непонятно, когда имеешь дело с Путиным, чего лучше, легче добиться, решение израильско-палестинского конфликта или чтобы Путин перестал быть Путиным. Но Соединенные Штаты на данный момент не собираются, так сказать, направлении, не собираются менять направление никоим образом. Поэтому мне кажется, что в конце концов эту информацию нужно принять к сведению, продолжать давить на политиков, чтобы они вот под этой угрозой, что Украина может, что произойдет, если Украина останется без этой помощи, давить, чтобы от этого, что эта помощь 60 миллиардов или сколько там, 61 миллиардов прошли через Конгресс, были подписаны президентом и срочно начали выполнять свою задачу. Это как бы я рассматриваю как больше призыв к действию, потому что настолько важна американская помощь сейчас, как никогда. Юрий, мы вот с вами говорим, что Путин переговоров не хочет, а он или некое его подобие, читая, правда, с листика, выступая на этой неделе на онлайн-саммите группе 20, первый раз в 21-го года, чуть решил, он припхаться. Он говорит, что он с детства, Россия, за переговоры, это киевский террористический режим, то есть я, как его я и представитель, это мы, конечно же, не хотим, а вот эта война, которую он развязал против нас, это просто, он говорит, что это катастрофа, надо же, кажется ему так. Почему мы смеемся, да, ведь это такие ужасные вещи, но это Путин. И, кстати, еще добавлю секунду, что Месси и Байден проигнорировали этот саммит лично. Вот насколько цинично это заявление и насколько хороший плевок, то, что они не приняли участие даже онлайн, не захотели даже онлайн на одном экране быть с российским диктатором. Абсолютно правы, быть в одном телевизоре с Путиным уже токсично. Поэтому, да, давайте посмотрим тогда коротко на встречу, что мы увидели от нее. Да, Путин вроде бы сказал про переговоры, но как это услышали на Западе, что Путин моргнул, что Путин показал слабость. Он, оказывается, видимо, ситуация не такая уж шикарная, оказывается, он готов на переговоры. Про переговоры это, видимо, еще и говорит, когда переговоры с диктатором, когда диктатор готов идти на переговоры, это очень большой знак слабости. По крайней мере, так это рассматривается отсюда. А с другой стороны, он-то или кто-то его там представлял интересы коллективного Путина, сказал слово война, что тоже было очень интересно, потому что это слово, которое, как мы знаем, нельзя говорить в России. Поэтому Путин как бы показал себя непоследовательным и слабым. А с другой стороны, Си, как мы видим, или Щи, как его, оказывается, произносят, ну, просто не заинтересован. Мы видим, что Китай все меньше и меньше заинтересован в том, чтобы участвовать в международных площадках. Они все больше и больше хотят налаживать отношения один на один странами, с которыми они хотят налаживать отношения. И в этом смысле я вижу, ну, просто потому что Байдена не было, Щи не было, а Путин был. Это ослабление просто этой площадки, как площадки самой по себе. Это не влиятельное, а наоборот, смотрите, кто у них появляется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!